В Российском уголовном кодексе может появиться новая статья «Незаконное вознаграждение». Речь идет в первую очередь о работниках сферы образования и медицины, которые за свою работу требуют от клиентов деньги. Подробнее об этом, а также о других законодательных инициативах в обзорном материале программы. Аппарат уполномоченного при президенте страны по защите прав предпринимателей занимается разработкой законопроекта, который будет регулировать деятельность микропредпринимателей и тех, кто трудится в сфере самозанятости. К таким категориям относятся няни, курьеры, подсобные рабочие. По новому закону им придется покупать специальный патент и регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Чиновники называют микропредпринимателей самыми злостными нарушителями трудового законодательства. По словам замруководителя Роструда Михаила Иванкова, примерно 12,5 миллионов россиян работают нелегально. Они не зарегистрированы как безработные, но не платят взносы в пенсионный фонд. В Роструде уверены, что эти люди трудятся неофициально. Операторы сотовой связи должны будут оповещать своих абонентов о чрезвычайных ситуациях. Законопроект одобрило правительство и теперь документ вносится в Госдуму. Согласно инициативе, операторы связи должны будут передавать пользователям сигналы оповещения и информацию, которая носит экстренный характер и связана с 7-минутной возникшей угрозой жизни. Также операторы должны при наличии технической возможности предоставлять соответствующим органам и организациям объекты своей инженерной инфраструктуры для размещения и подключения устройств системы оповещения и доведения сигналов оповещения и экстренной информации. Для того, чтобы закон приняли, потребуется внести изменения в федеральные законы о связи и о средствах массовой информации. Уголовный кодекс может пополниться новой статьей «Незаконное вознаграждение». Таким образом, инициаторы хотят отучить учителей и врачей от выбивания вознаграждений с клиентов. Подобные поборы сегодня не попадают под действие статей Уголовного кодекса за вымогательство и коррупцию, а потому требуют отдельной статьи.